Продолжение следует... К нам подключается топ-лигер компании Reflex Беларусь, которая обладает такой сильной энергетикой, что обычно, когда приближается к технике, она сразу же перегорает. Я немного шучу, но на самом деле у нас сейчас будет особая техническая связь, трансляция не запускается, но она состоится. Мы будем работать через такой хитрый, сломанный телефон, через Skype. Это означает, что вам важно сейчас будет максимально прислушиваться. Если у кого-то есть наушники, вам это не помешает их надеть, потому что так будет лучше слышно. И я хочу с удовольствием представить топ-лигера компании Reflex Ирина Комарова, с которой, знаете, пока сейчас мы готовились к онлайн-форуму, к трансляции. То есть я имел возможность пообщаться и, честно говоря, вот сам зарядился уже мотивацией и энергией, которые... Ну, Ирина, я тебе просто передам слово, ты передашь это все настроение людям, потому что очень интересный, очень амбициозный лидер с большими планами. И, несмотря на то, что, знаете, вот я постарался сделать так, чтобы у нас сегодня появились лидеры, которых, возможно, вы, ну, не так часто встретите, например, на просторах интернета. Ну, как-то, несмотря на то, что у нас онлайн-форум, но мы подключаем людей, которые в топ-лигерах находятся, активно растут и развивают команды, и им еще нет времени, по большому счету, для того, чтобы еще и в интернете работать. Вот кому из вас интересно было бы так себя обеспечить, вот такой обеспечить рост своей команде, структуру, что вот уже, ну, хотя бы, чтобы не хватало времени на своего ничего и интернета. Вот, а у вас будет сейчас возможность встретиться с таким человеком, Ирина расскажет очень простую, на первый взгляд, банальную, но, с другой стороны, очень интересную историю о том, как они с мужем Алексеем прошли путь от обычных, ну, как рядовых покупателей, да, покупателей, возможно, даже со скидкой. Ну, вот сейчас находятся в топ-лигерах, это бриллиантовые директора, и как такое может быть, что обычные покупатели вдруг не с того ни сего стали бриллиантными директорами? Вот об этом сегодня Ирина расскажет, но прежде чем мы уже полноценно подключим ее к эфиру, я хочу сейчас попросить всех участников дать обратную связь, насколько будет Ирину слышно. Ирина, а сейчас ты пока представься, ну, скажи пару приветственных слов для того, чтобы мы смогли проверить звук. Всем добрый вечер, напишите, пожалуйста, сразу в чате, как меня слышно, как, видно, уже нет, да, по идее, я надеюсь, что вам будет слышно, очень поздно, значит, работа в интернете, вам прежде чем это. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, поставьте слюсики, милости ее, и просто пишите, что слышно хорошо или плохо. Очень важно, чтобы я сейчас это увидела и услышала. Я не вижу обратной связи, я не понимаю, вы меня на том, что топ-лидер мощный весь мир от простого покупателя до топ-лидера. Есть. Вы меня сейчас слышите хорошо? Хорошо, нормально, отлично, отлично, слышно, все, супер, да, я вам очень благодарна. Нормально, слышно, все, просто супер, спасибо, спасибо вам большое. Хочу начать, наверное, свое выступление с того, что в моих руках лываются со тем, где бы я ни выступала, чтобы я не говорила в конечном этапе, я не могла перевернуть слайды, они меня переворачивали в конечном этапе и играла проекта. Когда я выступала на БМВ, последние дни, а у кого-то с собой перенесли все мои слайды. И вот это подтверждение, потому что сейчас мы подключаемся в конечном этапе, это просто лицо, огромный труд, огромный респект, я не знаю, как он справился, но надеюсь, вы меня услышите. Плохо фонит, фонит, плохо слышно, не очень фонит. Саша, не знаю, мы можем с этим что-то сделать, или нет, потому что пишут, что плохо и фонит. Значит, мы можем сделать, меня слышно, да, Эпин? Мы можем сделать, мы можем сделать вот этим фонит на странице, где находится чат, в правом, ой, в левом нижнем уголке, нажми на паузу, чтобы не, ну, потому что ты сама себя слышишь, получается, чтобы вот эта презентация у тебя не шла, а только ты видела, как бежит строка чата. И тогда, как минимум, ты со мной... Саша, я не знаю, где на сайте на паузу, мне ничего нечего. Да, слышно. Так, ну, тогда ты можешь просто закрыть чата, я тебе буду еще передавать, что там творится. Сейчас закрыть, сейчас вообще закрыть чат, да? Да, да. Ну, давай, вообще выйти мне оттуда, да? Да, давай, да. Вот, все, Саша, я все закрыла, остался один скат, правильно? Вот, все, больше не фонит. Больше не фонит. Блин, Саша, так я не вижу ни слайдов, ничего, а не буду слайд, и буду видеть все. Сейчас, сейчас мы все сделаем, 5 секунд. Саша, меня сейчас слышно или нет? Да, да, да. Да, хорошо. Сейчас ты увидишь просто супер последний... Да, просто супер, поэтому сделаем еще пару минут внимания, и мы начинаем, пока Александр загружает, фильмы как бы уже не очень ранее, да, поэтому я начинаю быстро. Еще раз, знаете, меня зовут Ирина Комарова. Я начну очень быстро с историей, да, это мой муж Алексей, на данный момент мы работаем в номере в одном, но вот здесь не всегда было так. Случайно я пришла в компанию, и пришла не на деньги, наверное, не пришла, не на продукцию, но я пришла на то, чтобы у нее в прошлом году доказать, что за ванночки и крючки, и за пакетчик, и где мы такие большинные платы, которые я увидела на первой день на встрече. Попала я туда, но можно сказать, что одна страна случайно, а в другой нет. У меня соседка пользовалась продукцией и сказала, что там дали подарки, что она пошла, посмотрите, как их дали, да, вот где-то, может быть, пошла на подарок, поделась. Изначально, знаете, есть такая овца в стадии, вот это я могу вам сказать про себя. Я сидела на встрече, а раньше тысячи проводили, это было 13 лет, все время дома. Да, сейчас не встречали, и вот там рассказывали, как классно, как здорово можно зарабатывать дополнительные, очень хорошие деньги. Я в это, конечно, не повиняла, пришла домой, и я не спала неделю. Я реально не могла ушло, меня шустарнило, неужели платить ей вручу или в общежитии? Муж, военный, денег, это стратегически не хватало, двое, где-то... Через неделю в благосе меня пригласили на второе мероприятие, на которое я не шла, я бежала, но не обижалась паспортом. Муж спрятал мой паспорт, он сказал, что он перезил, если же тебе все надо, никакого паспорта. Еще пал мужу, можно было делиться, но мама моя позвонила, я сама мельчанка, мать живет в Минске, и говорит, Деша, у нее есть паспорт, она мне никуда-нибудь, и однажды вдруг попросила в Минске. Поэтому паспорта у меня не было, я пошла в защиту паспорта изначально, пришла на встречу и сидела, слушала дальше. Обрата начали вставать кружочки, я думала, господи, когда это все закончится? Когда все закончилось, я попросил, позоверить, мы второй раз, давайте попробуем регистрируйся. Я такая гордая, отвечаю, что... Я укройся нож и покажу, что забавничьи деньги не платят, что большиняю я зарегистрировалась. Я зарегистрировалась не сегодня, я знаю, что через пару дней я забрала паспорт и зарегистрировалась. Первый каталог был 6%, второй каталог был 9%. Когда у меня было 6%, у меня все везде было ура, вау, и шмалы моются, по одной причине, что если работает первая секунда, то будет работать с визуалем. Да, Александр, вы можете им полистать, ладно, если посмотрите, что там дальше идет? Ну, вот, это мои две девочки, моя семья, мужа, родители. Да, и когда я смотрю, что это дети, я не понимаю мам, которые говорят, у меня нет времени, потому что маленькие, большие дети. У меня еще время только потому, что у меня дети. Поэтому я развиваюсь, поэтому я расту, поэтому я не хочу стоять на месте, стоять и никогда не буду на месте по одной такой причине, что у меня есть дети. Я в ответе за свою семью, за свои детей. Знаете, как маленький Александр, и дети, я как маленький волшебник в своей семье. Вот когда я смотрела с каждым детским, то я всегда хотела иметь эту волшебную панночку. И вот эта волшебная панночка у меня нашла. Эта компания «Рифлэм». И хочется, что я каждый день спрашиваю, что он мне дал вас видеть, что компания «Рифлэм». И, естественно, автор, что с тобой происходит. Можно разукрасить свою жизнь, а можно ее сделать яркой и красивой. И это все вы можете сделать так. Когда компания идет, увидела, что 6-9%, я поняла, насколько здорово, насколько классно, что эти люди работают, что меня не обманули. А потом началось не все так красиво, да, с антикентом, что она с тобой дальше. Потом началось не все так красиво, как казалось все и как было. Маша единочка у меня очень малейная, Маша единочка у меня очень плаксивая. Когда я слушала ее выступление, я подумала, что моя единочка вообще по отношению к истории людей. Вот я смотрела, и я поражала, что идет вообще с ее волей и то, что только происходит с ней. Маша единочка у меня очень была неспокойная. В два года ей поставили перерыв в подволочники, а от меня неудачного пара. И сейчас, когда наш ребенок ходил, гибнулся, он не ходит так. И, благо, что в тот момент я была в компании, и было намного проще поставить звоночки, потому что на локаж мы записывались, потому что и название, и было мне легко договориться, потому что где-то я научилась уже разговаривать и договариваться. Но компания, я не знаю, я пришла не за тем, что поставила на ребенка на этот тот момент, а, наверное, еще по одной из причин, когда мне показали банки директоров, я поняла, что я нигде никогда не была, и я не видела никогда ничего. Вот знаете, какая зарплата, такое море. Вот так можно жить. Я просто картинка, она у них уже всегда, но можно жить вот так, а можно жить очень красиво. Вот так я жить не хотела, а в случае от зарплаты, зарплаты, не хотела жить намного больше. Я понимаю, что моя семья может жить намного лучше, намного, не знаю, там, обсуждать, иметь больше, чем мы имеем. А мне там что у нас дальше? О-о-о, директор, ну, можно остались здесь. Буду еще на 15%? Раньше офиса бы не было, потому что я не работал в директоре в Белорусской стадии, в директоре в Белорусской стадии, в директоре в Белорусской стадии. И мой спортер, дом на его монотарной достижения на первой стадии, потому что я такая поманирующая. Она очень часто приглашалась к себе домой, показывала, как разваживаются заказы, сколько много заказов, сколько много детей приходят, да? Потому что я не хотела, что я так, как она, выдавила заказы, показала, что они здесь, что люди заказывают. Я не поднимала, что уверена, что я всегда рядом. И каждый день, чтобы мне было помогать, выдавать заказы. Я думаю, что, когда я выдавала заказы, я просила своих консультантов, чтобы они не ходили мне одежды, дам знакомых. На самом деле я проводила какие-то суши, показывала заказы, вылаживали, пробовали продукции, также начали заказы. Когда дома больной ребенок, когда он не ходит, да? Когда он все время еще плачет, она у меня в первую очередь очень беспокойная. Да, он еще плачет. Какой-то маленький мужчина хочет идти дома с таким ребенком. Ну, мой муж, да, по своей комплексе он у меня такой, не маленький, как бы хороший мужчина, он сам на двери, говорит, ты никуда не пойдешь. Понимаешь, что у тебя хватит, в два утра, мыть, закраситься, уходить только можно. А я ему обвиняю, что под кабинетом попадешь со мной, да, потому что по-другому я не могу, у меня ждут люди, а он меня обвиняет, а мы, значит, не любим и так далее. Он мне думал, что он знал прекрасно, что я уйду, больше будет пожарные части. Первый этаж, это были пожарные машины, второй этаж, это было, что он начали. Нет, это отлично. Той этаж, это было очень шутко. И он берет, ну, знаете, объяснили я, наверное, от того, что он не может все равно исправить, и он берет мою обувь и выбрасывает в окно. А выбрасывает в окно, и, как раз, окно моя выходила вот на, ну, на плач такой, где было построение, где ребята строились, где вычили, где выгонялись машины и так далее. И мне нужно было бежать по кругу. А в этом мне нашел дождь. И я так бы шутком, вторую обувь, у меня не было запасной. Я бежаю по кругу, отзываю обувь, и ребята молодые поднимают, говорят, Юр, что происходит? Ты можешь сказать, что муж выбросил в окно твою обувь? Ты его отмечаешь, что, Леш, ой, ребята, говорю, от детенка убегали. Он все знал, что ребенок был очень неспокойный. А он сказал, что же, ее все не с тобой. Она полная полная, ну, как по боку. Вот тогда нашел и не сказал, что, ну, подожди, ты у меня день еще раз попросишь. С чего я вам уже рассказываю? Очень часто на сегодняшнем моменте я слышу, когда приходит молодежь, когда приходят люди моего возраста, когда приходят люди восемнадцать, тюк-тюк-тюк, они отвечают, что Ира все хорошо, ты того же поддерживает. Он с тобой, он рядом, да? Вы вместе. Ну, даже когда он был рядом, мне тоже не знал, во сколько он был трогий, да? Хочется всем сказать, что я скажу одно. Покуда вы сами себя не поверите, покуда вы сами не скажете, что это вообще возможно, что все деньги, деньги, что я дам есть, что я докажу вам все, в первую очередь в себе я докажу, что я смогу, с вами никто не пойдет. У вас где-то, люди, ваши родины, больше не поверят. На них не нужно обижаться, нужно понимать, что вы должны вначале доказать себе, насколько вы верны к этому делу, насколько у вас зарят глаза. Мои эти люди говорят, у меня ведь нету штанта, у меня ведь нету таких денег, у меня нету таких фотографий, да? Здесь одно, где-то еще глаза и ваша вера. Вы включите здесь, где-то еще глаза и включите свою веру, у вас обязательно все получится. Когда я пришла домой, я не открыла, что да, потому что обувь лежала под дождем. Я никому ничего не доказывала, я просто сказала, что жизнь была на самом деле лучшая. В тот момент я же не знала, что было у моего мужа, он ухил, да, он ухил, да, что-то ботнуло, пошел, а он действительно сейчас рассказал себя. Я тогда понял, какой я был дурак, что если ты даже сейчас ушла, то я не должен тебе мешать, потому что ты доказала, насколько для тебя это важно и насколько для тебя, тебе это нужно. Я в тот момент не понимала, зачем, а я понял, что я тебе мешать не должен, я должен тебе помогать. Так вот вам могут помогать тогда, когда вы на самом деле дослушаете этого своему посту вам и свою настойчивость. Но вот звание директора, оно было не по-доразму, первым банкетом директором, он был в Киеве, он был яркий, красивый, а Александр дальше переграни себя. В тот момент, когда я закрывала звание директора, у меня подавила первая директора Елена Васильевна Петрова из города Рогачева. Она закрывала тоже звание директора, то есть ей хватило два кота обе, чтобы попасть со мной вместе на банкет. Попробуйте, вы закрываете директор, и у вас сразу есть директор, он сразу есть. 2 директора я начала 4 года. За 4 года открывала звание золотого директора в каждом неделе. Я закрыла звание только с 4-м человеком. Я каждый год открывала звание с новым человеком. Не мойтесь, продвигай мне не надо, бойтесь, стоять на месте. Я благодарна всему, что в тот момент я просто не стояла на месте. Я делала дальше то, что делала. Знаете, когда сидишь на семинаре, когда сидишь на БМВ, когда сидишь на любой подразделном торопляте и поздравляет два кота директоров, у меня сидят по бабу, ты не хочешь хватать, они просто льются, почему? Почему люди растут, а я нет? Я вам отвечу всем, и мне кажется, где-то мы часто делали на прошивку, даже сегодня, или сейчас. Нас окружаются люди, которых мы очень любим, которыми мы очень дорожим, из которых нам кажется, мы не можем, и мы в них видим директоров. Мы понимаем, насколько им нужны деньги, мы понимаем, насколько они нуждаются в деньгах сегодня и сейчас, или нам кажется, что они могут быть директорами. Мы делаем 90% работы с нами. А когда они открывают звание, некоторые, которые говорят, что ты можешь сказать, что он отвечает, ну, понимаю, я устала людей, мне это не нравится, и мне это не нужно. Понимаете? Вот иногда не делайте за людей, Александр, и не забывай. Делайте для людей, но не за людей. И вот, пожалуйста, два знания было не было ранее, когда было осознание того, что же людей делать ничего нельзя. Нужно делать вместе с людьми. И вот очень хочется рассказать, как я открыла звание золотого директора, ясно, что оно открывалось и открывалось. Вот уже, наверное, каталогы 4 лет открытия звания золотого директора, и вместе с моим третьим директором мы дома у меня. Осталось полчаса, вторая группа закрылась, все замечательно, мы подтвердили четвертый или пятый каталог уже звания свое подтверждаем, идем закрыть все хорошо, и я говорю, пойду посаду сюда творить вам. Я вхожу, смотрю, открываю, а моя младшая сестра живет вместе. И на тот момент она работала не очень активно, она отошла немножко, я устроилась на работу, поэтому я отошла. Но хоть не была девушка, она очень пустировала в моем городе, вот эта Малина Китаева, которая у меня была дома, это мой третий директор. Я так сложу, смотрю, что у моей Татьяны не хватает 600 баллов до старшего менеджера. А Малина выходит на 18-ом году. Я так смотрю, что у меня глаза не хватает, разрушительная тайничка, тайничка, сейчас 600 баллов не хватает, я открываю шноль директор. Так, вы думаете, что она мне ответила? Она мне ответила, и что? Я смотрела на свою Малину, а моя Малина на автомате, мы понимаем, что нету в уровне, она берет, набивает 200 баллов, говорит, я захотела, не заказала продукцию, она как раз мне нужна. Да, и вот я на автомате доделываю все остальное. Самое интересное, это вышло из-за того, что продукция практически вся оттуда на слайде, в тот момент мы найдем полный бейшер, туалет, как будто у нас его не было, его просили еще больше. То есть, когда мы чего-то хотим, земляное дает нам еще больше. А, и вот название, это Португалия, это первая страна, в которой я полетела за границу, Александр, можно перевернуть лайк? Первая страна, в которой я полетела за границу, мне казалось, что вообще это невозможно. До этого, пока так, мне спрашивали, Елена, вы едете путешествовать, да, вот здесь рассказывали, как вы водите на мечту. У меня, наверное, было очень сложно выездить на мечту, потому что гордости очень много есть. Всегда пишала метки, я не люблю путешествовать, летать на самолетах по 1 тысячи, что меня укачивает. Меня укачивает настолько сильно, что никакой путешествии я и помочь не хочу. Но выдели бы меня, как я шла, когда потом. У меня мой нож не казалось, что дотранивается по толкам. Так, вот такие вот метки было в жизни. Когда я летала в Португалию, я слышала, что я очень амбициозная, физматичная, я всегда в обнимании, мне пришли на наш руководство, подошли и сказали, Елена, обязательно расскажите своим первым путешествиям, как вы летали в Португалию и выступили у нас, потому что выступили у нас на БМВ. И так получилось, что у моей дитя после ее нездоровья не пошла на БМВ и билет я отдалась за ее старшей дочерью. Вот сейчас на своей дочери моя старшая дочь, если что уже на руку пошло, это уже 4 года назад. И мы, и она пошла со мной на БМВ. Я говорю, что только, пожалуйста, не подходи, она говорит, мамочка, я тебя буду снимать, мы покажем Папу, как ты выступала. Да, я говорю, не шла, пожалуйста, деться, потому что я очень волнуюсь. Да, это было мое первое огромное выступление, сказано, 3000 человек. Пожалуйста, что это не будет очень далеко, чтобы я тебя не видела. Мы представляли нашли мне плюс, микрофон не держалась двумя руками, мне казалось, я его никогда не удержу. Что делала, что говорила я, я сейчас не вспомню, я даже не знаю. Но я хочу сказать одно, что сама по себе я англичеозная, я очень веселая, мне от него завершу, я могу говорить очень много и очень быстро, а моя дочь, она большая противоположная к мне. Она говорит, как дюра, подъем и конкретно. От меня, чтобы увидеть эмоции, я не знаю, что можно сделать. Когда я спустилась в зал, она бежала с самого детства и кричала на гнижал. Мамочка, ты лучшая. Мама, ты такая молодец. Мама, ты как-то выступала, а ты вставали хлопали. Мама, ты говорила, а они хлопали. Мама, они еще не стоят. Я не знаю, как ты живешь, но для меня такая большая гордость. Вот после того, я поняла, что я был такой пример, я говорю, о, я большой пример для своей дочери, мне хочется сказать, что вы лучшая мама, вы лучшая папа. Но мы лучше, когда подаем кушать. Мы все время смеемся, мы вставляем из Москвы. Но не сложно быть лучшей, с другой стороны. На сегодняшний день у моей дочери, она учится на третьем курсе, я буду сейчас обменивать всем. Мы тогда приезжаем, что это моя мама, приезжаем, когда хочется их отменить, просто обменить. В последнее время, я как-то раньше не отдавалась отсчетам, а сейчас мы приехали буквально недавно, мы-то уже ездили на курс антаргии, там выступали. Я наше смочу, и говорю, Диточка, вот сейчас я в кофе с бабушками, и мне свой стол в наших фотографиях. А она смотрит для меня, мамочка, как я вами горжусь. Вот понимаете, станьте кумиром для своих детей, чтобы не было кумиром, не на нее встречи, не еще кто-нибудь, да, чтобы вы были кумиром для своих детей. Вот это у меня огромная гордость. И с вами сидит, и она мне говорит, мама, я не знаю, что такое сдаваться. Даже когда я понимаю, что я ничего не знаю, я все равно не сдамся, потому что хоть что-то я знаю. Знаете, дети учатся от нас типа словам, а по поступкам. Они там переведите, следующий план. У меня это огромная гордость, огромная честь, и мне не хочется никогда останавливаться. Когда я принесла в Португарии, мой муж встречал меня, и Мюншка, и такое было чувство, что мы заехали, и Мюншка дожмута на это 200-300 километров за минуту, мне не хватило времени рассказать ему все, потому что я умею быстро говорить, что там происходило, что я видела, и как здорово вообще расти с компанией, мы им быть с этой компанией, и что 45-летней компанией будет праздновать в Швеции на золотой конференции. Он поворачивается, говорит, он же не такой разговаривающий, как я, Ирина, ты должна быть обещана в Швеции, но все для этого села. Я говорю, почему ты так говоришь? Он говорит, я так мечтал побывать в Швеции, да, я говорю, почему ты никогда в этом не рассказал? Он говорит, там, а у нас не будет с тобой быть в Швеции, где сейчас какой-то может стоить и еще одно мое достижение вместе с моей семьей. И там переворачивать и дальше. Что у нас там дальше, если мы можем поделиться? Хочешь добиться успеха в жизни, делая настойчивость своим лучшим другом. Знаете, сейчас ты слышишь такие оправды, что о, успех, успех, как хорошо, что есть успех, нужно стремиться к успеху, нужно стремиться к успеху по одной той причине, что успех кто-то не стоит, это путь. Пока мы идем к успеху, мы меняемся. Если вы будете настойчивы, если вы будете делать одно и то же постоянно, если вы выработаете свою систему, свою, у меня ее вам не нужно, когда вы что-то слышите. Вы что-то, я вам в конце дам конкретный метод, как мы работаем, как мы их крутируем. Да, когда вы это слышите, вы не можете сегодня метод вернуть с голову на голову, да, сверху так вот не переворачиваясь, и все. Возьмите самое главное, чего сейчас вам не хватает. Вот тогда у вас все получится обязательно Александр Севинсваль. Сейчас мы посмотрим, что у нас дальше. У меня дело, когда я пришел из Португали, в Португали меня поздравляли сразу с золотыми за старшим золотым, я пришел из Португали буквально через 4 каталога я открою звание Санкт-Петербурга. Звание Санкт-Петербурга я выкрывала со второго раза. Я не попала в Париж, потому что проваливание я упала на ноль групп, но звание Санкт-Петербурга я закрыла с петербургами. Александр дальше переворачивает, на самом деле огромный успех это шикарное поздравление, а самое главное мы обратно праздновали мужа день рождения, мы уже на лайнере. Да, вот на сегодняшний день мой муж на день рождения в Португали всегда празднует на золотых конфиденциях, поскольку это здорово. Да, вот иногда думайте, как многие из вашего окружения и людей праздывают. Да, на сегодняшний день есть очень хорошая праздность. Нас все говорят, пить, пить и кругом. Мама сейчас сказали, позвоните людям и говорите, мы приглашаем, вот здесь будет моя команда, моя структура, мы убираем подписчиков, мы приглашаем, мы криптовой командирки, мы криптовой командирки. Это очень хорошая праздность. Позвоните, я скажу, что я вас не прочувствовал. Если так, тогда мы не приглашаем вас. Португали сейчас срабатывать. Пока можно праздновать, он будет. Вы хочешь быть богатым, не хочешь быть крестующим, а вот у тебя есть мечта, будешь не однокурс, будешь в окружении люди, которые тебе помогут реализовать твою мечту. И вот, тогда пойдем со мной, поехали со мной на БМВ, пошли со мной на семинар, пошли со мной туда-туда, там есть путь, мы путь, мы путь, которые покажут и расскажут тебе, как можно зарабатывать деньги. На сегодняшний день на нас с мужем приходят люди, которые хотят посмотреть, мне нравится, когда приходят на офисе и говорят, да, я слышу, что здесь Комарова какая-то, да, вообще на нее работает, а ты ходишь и говоришь, ну да, наверное, есть, я расскажу, как можно работать. Когда все покажешь, рассказываешь, не просто себя говорят, это того, что не Комарова. Да, вот так вот здорово работать, когда люди не знают, кто вы, но Морва идет, а вам. Потому что вы снимите своему результату, потому что вы не хотите ничего яркого пропустить из жизни. Переворачиваясь, что у нас там дальше, мы будем делать, чем-нибудь лучше, идти дальше с вами. У людей нет терпения, по-своему, длина за три года, но нет терпения ходить на работу перед судьбой. И вот когда мне говорят, «Блин, я вышел к танцу, это же секта, это же так же тянуло, скажите, не секта, компания ЕМЭМ или этот завод, это проходная, вы думаете, только 30 лет ради чего? Я к мужу, от своего отца, услышала слова благодарности, только тогда, в отечении, когда он ушел на фензию. У меня отец, я вам сейчас не знаю, что у нас миллионы, да, вот это миллионная страна, зарабатывала, ну, чтобы вы понимаете, если не раз из миллионов, то грубо говоря, это примерно плюс минусы на долларов, около 1000 может на то, где-то андерпас, и когда он ушел на фензию, и вот это мне составило даже 200 долларов. Представьте, как он у папы, вот когда я тебе все делаю, папа, блин, ну мы же хорошо устроены, у нас все нормально, вам с мамой хватит, не переживай. А он смотел на меня и говорил, «Ира, как мы тобой дорожим?» Я с людьми надумал, что можно вот это все в полоте, продавая книжка, потому что это отпуск, потому что, глядишь, на очередь поставили, да, а где он не нужен? Я так с тобой горжусь, что ты всего добилась и нас никого не слушала. Поэтому вот задумайтесь, иногда можно остаться, можно топтаться на месте, а можно остаться хорошим сердцем в своей жизни, да, чтобы передать им по расцветству. На сегодняшний год очень часто видишь, как многие доктора, молодые, реакторы, подседают, являются группой, да, и многие переживают от того, что группа ушла. Знаете, вот в нашей жизни все люди, наша жизнь – это театр, и все люди в нем актеры, и каждый играет свою роль. Здесь люди, которые получили тысячу долларов, получили 20 миллионов, да, они, вот, как бы надо сказать, они им прикоснулись к деньгам, в свободе, и вернулись назад там, где они были. Они воплощили, поиграли свою роль, и ушли туда, откуда отмечили. Поймите одно, они не прошли проверку крепости, не прошли проверку стойкости, вот в это время. Они ушли не от вас, не от нас звали, они ушли от той жизни, которую могли подарить своим детям. Они ушли назад, на завод. Что они подарят своим детям? Если кому-то сейчас тяжело, если кто-то сейчас закрепил снафором, и думает, «И, ну, вы что-нибудь услышите, да, вот увидите, прям волшебное скажет что-то». Да нет ничего волшебного, здесь волшебное только одно. У вас есть дети, и вы можете сегодня работать 2-3 года, поработать очень активно в ритме жизни, где через 3-4 года вы оставили своим детям замечательный бизнес. Если вы сделали один раз с вами, если вы вырастили хотя бы одного сектора, то вы знаете, как это делается. Александр, и вы делаете и продвигаетесь дальше не столько на месте, ставьте хозяином своей жизни, возьмите свою жизнь в свои руки, не отдавая всю свою жизнь к окружающим. Не только о том, что где и когда про вас скажут, про нас говорили, говорят, и будут говорить, это же здорово. Как вы празднуете свое рождение, как вы празднуете день рождения своей детей. Я не знаю, как для вас, для меня это очень важно. Раньше мы праздновали кругу своей семьи. Иногда мы просто не праздновали, говорили, что это же не юбилей, зачем и так далее. А действительно принимается, что нет чего-то, нет того дохода, чтобы отпраздновать так, как ты хочешь. Вот ты не идешь домой, говоришь, может, ты знаешь, там выступали, они плавают из дельфина, а я вообще в жюри люблю все, я люблю пищу, не покажу мимо никогда никакого куда-то плавают утром, у меня на этих детям набросать, все, что я вижу животным, живое, у меня все интересно. И я услышала, что люди плавают из дельфина. Я кому-то скажу, ты представляешь, что плавают из дельфина не здорово, можно взять на дельфина и взять на дельфина, так, как плавают из дельфина. А что там за миска проехать, это не так, да? И только того. По дельфина дельфина как вам разговорить, ничего не планируй, мы ожидаем миску разного дня от дельфина. Создали детей, и так далее. Ну, значит, они собирают все, все понимают, что они делают, то делают, и делают, бегают, в дельфинале. А мои ситражи я тоже мысли с мужем, с семянницами, они все бегают, открытый зоопарк, выходной день, а я 22 мая. На 2 мая всегда плавили, всегда выходные, да? Взяли теории, все следующее, не пропислить, никуда, не пропислить, а в зоопарке нужно купить билеты, а они стоят, считают, кричат, и я поздравляю, Маши, это не так, и выставил, я думаю, блин, так классно, пропустим тысячи на полянке, сядем, в зоопарке и ведут меня, и снимают. И говорят, ну давайте, двоя мечтаж была, это на самом деле так и здорово, вы себе не можете сказать. Дельфины настолько добрые, они настолько дружеские, они с этими лапочными плавничками, они тебя обнимают, они с тобой разговаривают, они вот, они вот, они вот все твои. Вот сейчас там, в виде у нас мальчика, ну, в виде у нас, в виде у нас, он был поражен, он говорит, я никогда не видел такой реакции, мы с ним целопадили, что мы плавали, потому что было плавать 5 минут, я плавала больше, не говорю, может что-то еще добавить, я не видел такую реакцию своего девчика. И вот у меня было 5 девчинок, 5 девчинок, которые у нас одновременно все время, они уходили от всех людей, которые там плавали, и вот смывали ко мне. Какие эмоции, какие впечатления, я бы получила в девчонках? Да нет, я бы их не получила, потому что многие люди не отправляют детей отдыхать в однако, почему, что они не сердцами скрыли, думайте только в этом. Они не могут плавать с серединами, потому что, не знаю, в колботке купили кредит. Понимаете? Вот думайте, как можно жить, о чем можно мечтать. Если сейчас вы мечтаете о чем-то таком необыкновенном, что в вашей жизни никогда не было, запишите, пожалуйста, это. Расскажите, что если я вас обязательно это получит, если вам не нравится, вы не знаете, что-то, что-то удачно, что-то будем очень долго мы селиться. Рассказ не задается, вопрос о расходе в друге России. И как именно? Он просто растет. Так и ты, Россия. Не оглядывайся на тех, кто России не хочет, просто России. Вот мне очень хочется сейчас рассказать про свою команду, про своих директоров. О чем они мечтали, как они шли к этому баню, как они закрывали баню. И этот год не из лучших был закрыт баня бриллиантова директора, а есть и у меня. Я знаю, что многие из вас это понимают. Мой первый директор это учитель инфектора с двумя высшими образованием. Она работала с детками в больнине. Елена... Ах, Елена Петрова, моя... Елена Васильевна Петрова. Она такая лучшая. Она всегда мечтала о своей квартире. Когда она закрыла баню директора, она купила, построила квартиру в подачете. Она открыла свой красивый офис. На сегодняшний день у нее девайс растет, и она никогда не уйдет из компании Айфлэм по одной-то причине, что она желает своим детям красивую жизнь. Что она мечтает о своих детях, чтобы у них была другая жизнь. Ее мечта сбылает. Второй мой директор. Та-дам! Слушайте, что, когда на директор не забывает на мой телекторок. Слана Макейна. Харисматичная, умничка, стройная девушка. Работала на БМЗ. И, слышишь, на нашем слое есть завод Бензиа. Она работала встали половину в цеху. Просто вдумайтесь, как она работала. Она работала две ночи, двое дома. Она работала в цеху, в котором есть такой большой-большой чан, как я понимаю, да? И там вот такая вот жижа, горячая, там температура, ну, вы звалишься, а в секунду, если я принесу, и там мешка. Ты не можешь ушнуть ни на минуту ночью, потому что эта лава, она все время работает, и будет, где нужно всегда быть в рабочем состоянии. Так вот, она на работу уходила из офиса после встречи. А с работы она бежала на офис, чтобы прожить одну-бьюшку и дальше бежала домой поспать несколько часок, чтобы обратно прийти на встречу, потому что у нее была мечта. Она хотела уволиться за своей работой, потому что здоровье оставляла там уйму. На нашем заводе вся эта лава не зелена, и она всегда оседает внутри нас. Она осуществила свою мечту, она закрыла звание директора, она уволилась с работы, не завод ей крутил у века по одной причине, что во время она обрабатывала примерно 500 долларов, а на заводе она имела 800 долларов. На сегодняшний день она имеет примерно 700 долларов, а на заводе не имеет и 200 нормальных долларов. Просто вдумайтесь, иногда не смейтесь и не бойтесь. Вот таких людей, когда ищешь, когда не плачешь, почему ты не закрываешь звание, а ты понимаешь, что ты расчет по одной причине, что находишь людей, которые готовы расти сегодня и сейчас с тобой. Третьего директора, это его Малина. Сегодня выступала директора, и она рассказывала у меня трое деток было ради чего жить. Малина закрывала звание ради одного, а трое деток растет одна. Даже так получилось, что уж объем игрушка, как она говорит, и она осталась с детками одна. Старшему 10 лет, младшему, 3 дней 7, и самому маленькому 2 годика. И все это время, она ни разу, не задумывалась просит репейн. И все это время, у нее была одна мечта, и я закрою звание директора и куплю себе компьютер, потому что не начну работать. Сейчас не могу позволить, потому что детки Ваней ей нужно им больше. Знаете, когда она закроет звание директора, куда она потратила свои деньги? Я когда про нее рассказываю, еще и наплачу. Она все свои деньги потратила на деток. Она сказала, что компьютер я куплю и так же свою зарплату. Она деток выложила в жирк, а теперь нужно ехать в какой город. Она деток платила на поезде, на поезде. Они хотели в кафе, они хотели в парке, они тратили их деньги. Говорят, какое я получила наслаждение, просто тратить свои деньги на свои деньги. Где можно заработать таким, и не бояться тратить их сегодня, потому что завтра зарплата может быть меньше. Вы знаете, на сегодняшний день мне часто слышат люди, что «Ира, у меня нету времени, по одной причине я боюсь потерять свою работу, ведь устроиться очень тяжело». А вот ваш всех сегодня, вас там столько много, я хочу потратить только с одним. «Работайте, у вас есть работа, у вас есть компания использования, где у вас не уходят, где у вас, не знаю, не накажут, у вас наказание уводится только сам. Если у вас не мешают, не уезжают, если у вас не уезжают зарплату, если у вас не отпустят в отпуск, у вас все это будет, у вас будет и похода, если у вас будет ваш результат. И вас поздравляю с этим, и вас поздравляю, что у вас есть работа, просто делите и работайте». Четвертый мой директор это Мороз Вольга, бухгалтер в МЧС. Мы с ней познакомились через одноклассники. Да, это моя самая любимая серия, я только нахожусь в других соцсетях, я не знаю, что я их лично, а не понимаю. Она работала вместе с моим мужем, написала под фотографией, мужа такие классные детки, я ей что-то ответила, я ей написала, вот у меня к вам есть предложение, я могу вам приехать и рассказать. Я, наверное, к ней подъехала через пару недель, она спустилась ко мне в машину, я не пошла к ней домой, я показала, что компанией. В прошло время она мне рассказала, я тебя так боялась, и когда тебя видела, ты ходила с каталонами еще до того, как мы познакомились с моим господином, она только ко мне не подошла. Это человек, который, будучи в декретном отпуске, я именно говорю, болит ребенок или не болит, или я с ним сижу, или муж с ним сидит, лучше хуже не будет, а очистить рост. Это человек, который не так ко мне ждал, ну, за тот момент, наверное, вот я же именно учил их не сдавать, я учил их идти вперед, я их учил их даже вперед тогда, когда им, наверное, не комфортно, и не хочется, и где-то им не комфорт полный, а я говорю, ты что, нужно, и потом и шага, то есть впереди будет момент, у тебя впереди будет, ой, красивых ощущений, да, где вот эти трудности, они будут не видны, и трудности, они временно от него, и он, он, он вечен, то, к чему ты придешь, ты можешь пересматривать фотографии. Да, когда мы сказали звание у меня одного сектора, был момент, что мне казалось, что, мы его с ним группой, что все настолько сложно, еще настолько плохо, она не звонит и кричит в трубку, она реально кричит, Кира, у нас еще два часа, Кира, о чем ты сейчас говоришь, Кира, придет работать, он закрыл не просто на месте, он закрыл только потому, что вокруг меня есть люди, которые не дают мне сдаваться, которые идут в свои мечты, она мечтала купить новую машину, выкручивание директора, она подарила на них нам мужу машину, у них очень замечательная, красивая машина, я в марте, как-то не очень понимаю, я не знаю, вам какая, но она у них классная. Следующий мой директор, это хорошая Елена. Это женщина, как моя мама, она и возрастом, а не мамы, но, и надо уснуть, и чувствуешь себя, наверное, еще больше девчонкой, потому что на ней невозможно успеть, мы хотим, если вы знаете, есть такое спортивное занятие, тайво, да, и я пропрыгала на 15 минут, я у вас, мне кажется, я уже сейчас не стану, и все, парень, я поворачиваю голову, а на ней Елена прыгает дальше. Я все начинаю прыгать, потому что я вижу, что вокруг меня этих прыгают. Полчаса прошло, мне сказали, что я вообще не стану, когда ровно час прошел, я уже кричала, что прошел час, моя Елена дальше прыгает, перебежала дорогу и побежала дальше, понимаете, это человек, который мне говорит, Елена, мне некогда сидеть на месте по одной причине, что у них уже 60, а моего ребенка 14, кто его будет понимать, кроме меня, у меня есть цель. Поэтому, если у вас нет цели, знаете, если вы не страдаете, сейчас, чтобы она была, здесь, наверное, очень сильная мотивация в этой жизни. Следующий мой директор – это Елена Галя, это девушка с хорошим образованием, работала в области металлургиста, и на этом наскарный язык. Умнейший человек, и она всегда мечтала путешествовать. Она пришла ко мне в команду, по-моему, в третьего раза, и она пришла только потому, что я прилетела в Португалию. Она говорит, Ира, как так? Я работаю, зарабатываю деньги, и эти деньги я трачу на свой отдых. Ты работаешь, зарабатываешь деньги, а отдых у тебя бесплатный. Вот только по этой причине она закрыл название директора, под ней муж закрыл название директора, он и ездил в ЕГИТО, сейчас была ее конференция для Бэнкоржова, про нее БЗ тоже говорила. Вот от моей команды ездило 10 человек на эту конференцию, да? Я очень ими горжусь, это лучшая конференция, наверное, среди всех конференций, потому что было столько много моих людей. Это так круто, это так здорово. И седьмой мой директор – это моя дочь. Когда вам чувствую, что она стала расти, дочь, наверное, 80% я и только 20% ее, она научилась собирать заказы, иногда дает мне телефоны, которые я знаю, люди знают, что будет звонить мама, успешно, она будет звонить в сраильфы. Вот в этом идет наш рука. Вот я вам так вкратце рассказала, а деда, маленький, деда, Александр, перейдите дальше, что он из дачи уйдет. Утро, дни ножа. Для успеха не можно быть умея других, можно просто быть на день быстрее большинства. Нужно просто брать и делать, можно просто работать. Когда вы работаете, если даже вам сейчас тяжело, и вы упали, если даже сейчас, где-то мне все вам так комфортно, как было раньше, раньше, дойдя до 4 дна, нужно оттолкнуться под спасение и подняться еще быстрее. Вот и все, что нужно сделать. У меня есть фокус просто дискорта на деньги. Компания «Ифрэм» – это не компания «Ищик», это компания больших возможностей. Вот это нужно на сегодняшний день понимать, что нужно работать нечет-печет, голова, голове, результат, результату. Вот тогда будет все замечательно. Я благодарна, что сейчас командой мы с моей работаем только так, потому что мы работаем для того, чтобы вся моя команда была топовая. Мне очень важно, чтобы вся моя команда была топовая. «Ифректора». Вот на этот результат мы и работаем. Александр, вернитесь вам дальше. «В бизнесе, как в спорте, нельзя останавливаться». Сейчас я с вами, если я вам каждый раз сказала свою историю, что были мои представления, что я всегда представляю, как я шла в своем из вами, и что представляет себя моя команда. Я аж как в холодном, так и в теплом рынке. Я могу работать там и там. И мне очень важно показать своим людям, что есть как один, как работать, так и другой. Мне очень важно показать члены методы работы, чтобы он мог выбрать тот метод, в котором ему более комфортно. Но я вам скажу честно, я не наличу холодную рыбу. Я люблю только высокую рыбу. Но про холодную вам сейчас расскажу. Воздушные шарики, красота, консультант, пенсирование ароматов и контактирование. Что такое воздушные шарики? На воздушные шарики я не выхожу одна, и моя команда не выходит одна. Я работаю только в первой линии с воздушными шариками. Надо найти воздушные шарики. Украшайте любое дерево, любую остановку, любую площадку возле детского сада. Очень хорошо, что видно, когда мамочки забирали где-то из детского сада. И если детки плянутся за шариком, вы меняете шарик на заполнимую аркету. И полицию вы мне. Дети подписывают за этих шариком, что мамочки заполняют где-то что угодно. А вы не открываете, что это компания «Рифлэн». Вы ставите вопросы, которые вам нужны, и они на них отвечают. Можно еще делать один момент, прозванивать телефон, то, где они дали телефон. Да, было то, что бывает, и мы кладем. Как бы, я думаю, вам и есть сейчас понятность с воздушными шариками. С воздушными шариками также можно выходить просто на детские площадки летом. Когда играют детские воздушные шариками, можно выходить в парк. Вот я знаю, что моя параллельная команда, с нами начинем, директор Алена Медведь, они выходили в парк с воздушными шариками, с каталогами, раздавали каталоги, антифицировали, раздавали деткам шарики. К примеру, вот там, наверное, 11 и до часа, в то время, когда детки играют на улице 10 флаг. Что такое «Кроша-тап каждый дом»? Скажу вам число, что это, наверное, не очень приятно. Я это позвоню, что именно Матроченьки, я у них уступала в родиш, они мне подарили книгу, и тогда мы читали, я решила понять, что в жизни это работает. Мне было очень важно выделить с моими людьми и проверить, насколько это работает. Я желаю одного своего менеджера, говорю, Оля, пойдем, да, она все делала методы, и не нравится, и не нравится автомобиль. Это просто один условий, да. И говорили, что сама на книгу читали. Она прочитала книгу, я буду поиска я там. Звонишь ей и говоришь, мы поднялись на 9 этаж, чтобы спускались дальше в метки, которые были подписаны, кто дает каталог, номер телефона, какой курс, да. И у нас был такой большой бланк, планшет, на котором было написано номер дома, этаж, квартира, кто открывает и что говорит, да, чтобы было все. Вот мы стояли минуты, наверное, 10, и она все молилась, как нажать, позвонить в день. В конечном этапе я набрала. Просто зайдемся на 9 этаж, и думаю, если она убежит, значит, далеко эту комнату уже квартиру до конца, и потом уйдет. Если она останется, значит, замечательно работаем дальше. Я на 9 этаж, она против меня, и стоит, открывается дверь, там, девушка, она говорит, здравствуйте, мы, вот, как-то так, я быстро беру свои руки, говорю, здравствуйте, компания, это так, как-то удобно, очень важно ваше мнение, мы вам даем каталог, пожалуйста, полистайте. А, скажите, как даже неудобно, ну, забрать назад. Мне отвечать, вы что, не нужно, она заработает, ну, вы хорошо, но у меня есть аркеты, и нам нужно ее отработать. В группе каталога, клеить, обрекайте аркету на АССР, в котором обычно ваши стандартные вопросы, да, которые вам вижу, что там продукты, связано с бизнесом, связано с полуходом, связано, что люди хотят получить. Вот, то есть, у нас сейчас, Креста Пробегал, очень важно мнение, что вы города, как психологический опрос, поэтому очень важно, чтобы вы ответили. Да, и вот если вы видите, что человек начинает нормально, дальше адекватно, я не знаю, тогда мы спрашиваем, а как вас зовут? Да, давайте ваш номер телефона, и вот уже для того, чтобы с вами созвониться, удобно для вас сильно забрать. Мама, и у вас не будет дома в этот момент, где у вас не имеется плана. И вообще, когда он был как разобрать, там, где-то, а после пятидесятов, он замечает, но в этой пятидесяности, я вам накрою, уточню, чтобы вы были дома, а вы вообще любите продукцию, а мы заказываете где-то. И вот здесь, мы делаем мухни-мух, на экскурсе по каталогу, показываем самые яркие продукты. Вот таким методом у нас была регистрация, таким методом Ольга, на работе, в общем, в общем, мы приедем. Каждый раз мы ходим, уже когда начинают поморозить, холодно, взятоть, вот тогда по вечерам, мы ходим по жару, как я смеюсь. И первый аромат, это еще один метод, где мы выходим с каталога, у нас есть каталог, блокнот, ручка, и два аромата к парам. Один аромат мы всегда включаем на правую руку, другой на левую, потому что их не когда не путают. Насрабатывать очень легко. Останавливаем, вы говорите, здравствуйте, что сделание аромата нам очень важно в вашем месте, и по поводу того, понравится вам запах или нет, она очень важна, постойтесь, не настолько, не столько, не столько. Давайте его подстанем на две ручки. Мы снимаем аромат, а потом вы еще один не отпускаете, вам же важно узнать его мнение. Поэтому мы говорим, что вам не нужен ваш мой телефон, а для того, чтобы я с вами вечером созвонилась, и спросила, как открыть аромат, услышать, ну и вообще, как они вам построят, если нравится, человек оставляет вам на телефон, а если он стоит и говорит, ну так вкусно, я всегда заказываю, начинаю вашу аромат, я могу проводиться, если уже десет, я могу сказать, что компании не имеют какие-то возможности. Первая возможность, это ваша страничка в интернете, и вы никому ничего не обязаны, если вы можете сами себя покупать и встать. Встать, заказывать эту продукцию, все, что это в интернете, тратно там, и человек уже уходит с информацией, мне нужно только позвонить, и взять данное по телефону. По телефону, то есть я по тестированию ароматов, сейчас у нас команда из-за турка выйти и сделать весь город во власти ароматов, да, вот мы хотим, чтобы выехать в куртах, чтобы мы все нашли, что это арестуют, чтобы было число, что весь наш город в городе, полностью, это один арестой, сплошной, и выйти с ароматами, чтобы весь город подпадать только нашими ароматами, но мы еще так не выходили, вот это с вами первая наработка, с которой я думаю, в ближайшее время, мы видим. Контактирование, контактирование, это лично найдет, я не знаю, может меня кто-то повторить и не может, но здесь нет ничего слова, я не перехожу домой, если у меня нету три контакта, мне очень важно, чтобы здесь сюда было три контакта, что такое три контакта, если вам нравится телефон, у меня, которые не имеют представления вообще, для чего я беру телефон, а я вам расскажу один случай, он самый простой, легко рассказывать, приходите, его обносить, что-нибудь покупаете, я нашли на шоколе винограда, мне понравилась женщина, которая шлинила около винограда, и я сказала, да, вы перебираете виноград, но с другой стороны, не больше винограда, и она поднимает и я с винограда расскажу, и говорит, помните, вот это такая хрящая, я говорю, ой, вы так разбираете виноград, она говорит, что тут разбирать, ты желательно это шел, я говорю, правда же с ресторанской сзади, нам жить и везде, я говорю, я замечательно, у меня всегда, что-то уже неудачили, два года, ну, что-то взяткина, я говорю, и я у меня же тоже, на телефон, я говорю, от обычных людей, я обязательно вас предложу, я бодолю, она говорит, Углашайся на людей, за охотникам, углашайся на людей за деньгами, углашайся на спортом, куда вам лучше, куда вам выйдет. Еще у нас был такой момент, который муж мне очень сильно помогает, после того, как он выбросил обувь и понял, что это не сработает, он мне начал очень активно помогать, мы развозили все заказы, по регионам, по нашим, потому что он здесь был только шелок принят, а для меня не было, мы каждые два дня это все развозили. И на тот момент сказал, что мы ничего не делаем, такого случая, что мы еще сидели, что-то что-то заправляли машину, когда не больше всего есть, но то есть, вот иногда не будете ложить чуть больше, чем у вас есть, чтобы получить чуть больше, чем вы имеете. И вот сейчас, я говорю, Лёш, мне направится та женщина в день, если вы как-нибудь будете сидеть в магазине, да, и вот он по культуре, он всегда говорит, ой, извините, пожалуйста, у меня сумка выпала, а я с вами говорю, а на ничего, ничего вы власть не возьмете. Боже, как те вы молодцы сейчас, все такие злые, все эти нервные, а вы влеваетесь, а как вас зовут? Марина, замечательно, Марина, она на телефон отдавает, я вас вот благодарю за вашу доброту, своей доброту. То есть, мне вопрос, подберите, контактируйте, где угодно. Сидит на кайфе, девушка служит вас хорошо, она улыбается, возьмите у меня телефон, скажите, что у вас у меня есть предложение, значит, сейчас о нем вы можете говорить, вы покупали пиццу у нас в пицце? Там девушка Мария, я говорю, Мария, здравствуйте. Значит, я раз покупаю у вас пиццу, никак вас нет, благодарю, я не нашла на телефон, она говорит, а зачем? И обратно говорит, что сейчас я покупаю пиццу, потом я приглашу, вы все узнаете. И вот был один такой момент, я пришла в Миловичок, это у нас в Миловичке наше нижнее видео очень хорошее, и тоже покупала, и девушка очень хорошо мне помогала выбирать, когда консультант задавала, я говорю, боже, как мне нужны такие видео в моем бизнесе, да, а у меня все хроники, не помню, как зовут, мне не звонила. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, ваш номер телефона, она поднимает булок и говорит, а вы в какой компании работаете? А она говорит, а что за сетевая компания? У меня первая была реакция, а вы в какой работаете? То есть, если человек настолько четко сразу говорит, в какой компании вы работаете, ясно, что в какой-то работе не дала. Она пришла, она работала в СНД, на данный момент она ушла, там трат, а второй, иди за месяц, а почему? Ну вот, корсор ушел, и я как-то ушла. Вы знаете, я сама на себя на мышце, что я никогда не придам своих людей, наверное, даже когда мне было очень тяжело, и не могла уйти по этой причине, что меня окружали люди, которым я пообещала. Если вы знаете, если вы ко мне придете на шишку, то я никогда не уйду из этого бизнеса. И не всегда, потому что на меня положили. И я всегда буду рядом. Но в том случае, если буду рядом. Вот не знаю, почему я ее не набрала. Да, переворачиваем. Вот это, что касается холодного рынка, как мы работаем. Все правильно, это приглашение на любую встречу, то есть на любую информацию. И плюс мы проводим очень много мероприятий команды. Что такое приглашение на любую информацию? Когда ко мне приходит человек, я показываю бизнес, я показываю все возможности, я показываю все школьники, я показываю, чего он может достичь сегодня сейчас с этой компанией, поработала активно. И он мне говорит, да. Мы тут же пишем, все знают, пишет знакомых. Все начинается со всех знакомых. Компания их знаешь, три вложения. Первое вложение – это все знакомые. Второе вложение – это ваше свободное время. И третье вложение – это обучение. Без обучения вы не будете знать продукцию, без обучения вы не будете знать все наши степеньки. Без обучения вы не будете знать бизнес, вы ничего не будете знать без обучения. Без обучения вы не научитесь продавать. Знаете, на первом встрече я говорю, что продажи не важны в этом мире. Самое главное, напишите, если вы знакомы, то начните пользоваться сами этой продукцией. Научиться пользоваться шею шею, научиться мыться шею в этой компании, этой продукции. Ваши базы у вас будут. Начните пить в wellness, ваше здоровье, строить только ваши купители. Только вы мешаете, насколько вы будете пользоваться, сейчас здоровы. Вот когда я это все рассказываю, нужно понимать, что продажи очень важны, даже когда мы так говорим. Потому что без продаж вы не научитесь продавать этот бизнес. Без продаж вы не научитесь продавать своего спонсора. Без продаж я бы никогда не продала своего мужа так. На сегодняшний день он вошел в бриллиантовую команду, как будто вы не будете делать все это время. И в общем, видите, он там и больше это время, только он был рядом со мной. И все бриллиантовые директора, и все окружение его принимает так, как будто, опа, мы порвали все мероприятия. Когда он вышел на сцену, вот сейчас минутку отойду, расскажу, когда мы закрыли звание бриллиантового директора, почему я его вписала в номер, а он еще не наругался со мной, говорил, что это твой бизнес, что ты на него потратила больше времени, чем я. А я ему сказала, нельзя быть, сколько он ты был рядом, сколько ты такого дал, и насколько ты поддерживал. Я не могла представить, как я буду идти по красной дорожке, а он будет стоять и махать мне с толку. Да, поэтому я его вписала. Когда я его вписала в номер, нам нужно было сразу же выступать. Да, вот так получилось, что не прошло и неделю, он еще не осознал того, что было, и нужно было выходить на сцену. И мы готовили выступление, я говорила, Алеша, да выйдешь тогда? Ну, поздоровайся, так же, здорово, все классно, и передашь мне слово, потому что ты скажешь, как ты меня любишь, да, как ты мой дорожущий, и садишься, а мы так смеялись. Когда мой муж вышел на сцену, он выступил так, что на сегодняшний день все говорят, блин, мы так помним выступление вашего мужа, и все к нему относятся так, как будто он всю жизнь строит. А завтра был банкет сектором. Когда мы вышли на банкет сектором, я сказала, что очень хорошо, что я услышала, знаете, что? Очень часто люди на бизнес-фричах говорят, что ваш бизнес несерьезный. Вот если еще кто-то здесь думает, что где-то этот бизнес несерьезный, если вы не знаете, чем возразить, я всегда возражаю этим. А нет, этот несерьезный бизнес кормит мою семью. Этот несерьезный бизнес построил мне дом. Этот несерьезный бизнес хочет моего ребенка в университете, где в год мы платим около 2000 долларов. Этот несерьезный бизнес, он уже гараж больше, чем у нас дом, в два этажа. Вот это все несерьезный бизнес. И когда мы все мои такие слова, он смотрит на меня, макает, 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 а у нас, если был ведущий, он смотрит и говорит, вам, наверное, уже нечего исказать. Он берет в руки микрофон и говорит, с этой женщиной я могу рядом только любить ее и пить. И на все он затьет всюду и ночь. Вот как лох, так и затьет. Понимаете, поэтому мы настолько друг друга продали вместе с ним, что можно идти работать дальше уже просто, вот ничего. Поэтому научитесь продавать. И учитесь и действовать продавать. Возвращаем детям на любую информацию. Первая возможность, это, конечно, с учетом и после того, как он согласился. Как мы приглашаем на любую информацию, я всегда звонила, говорю, Маша, привет, узнала, да? Они заняты, все знаете, да? Чехнологические методы, подходы, мало ли, чем они занимаются в этот момент. Не занята сейчас, нет, не занята. Да? Значит, у меня есть предложение, я очень же не так долго говорить не могу. Мне нужно с тобой встретиться, когда ты можешь? И вот здесь вы уже встречаете, именно назначаете встречу, выбор без выбора, завтра, послезавтра, на этой неделе, на то и до обеда. После обеда что ты именно хотела? Да ничего я не хотела, мне нужно с тобой встретиться. Вообще-то не всегда, когда разговор. Хочешь говорить, сделай, позвони по телефону. Я всегда так обещаю. Поэтому говори, когда мы встречаемся. Мне важно твое мнение и так далее. Когда приходит человек на встречу, я показала весь вид, а после этого я говорю, что я интересно. Если мне говорят, да или нет, мне это не нужно, я тут же говорю, что ты сейчас знакома. Хотя бы пять человек. Мы можем тут же прямо назначить встречу. И ты помнишь, как я тебе звонила? И делай то же самое. И назначать встречу. Назначать встречу, либо мы едем к нему домой, либо нам спускаются люди в машину, либо они приходят на офис, либо мы идем в кафе. Но мне все равно, где проводить встречу. Ее можно проводить в жизни и в жизни. Главное правильно продать его любима. Главное правильно продать человека, который сейчас сидит и говорит. И ты говоришь, что ей очень важно, поддержи ее, если вы на самом деле дружите, и тебе важное оно. И ее мнение, и ты ей доверяешь и так далее. Да, то интересно, как работаешь под ним по теплому рыбе. Вот это мой самый любимый метод. Я его очень сильно люблю и от него отходить не хочу. Куда бы я от него ни отошла, я прямо к нему возвращаюсь. Мероприятия. Мы проводим бизнес-семинары, на которых у нас нет четыре розыска. Мы не приглашаем девушек, мы не приглашаем девцов. Мы приглашаем желательно-приятых и просто дипторов, которых продаем круче, чем любую жизнь, которое есть. Потому что люди, когда приходят на концерт, когда приходят на шоу, мы их не ждем отдачи, что сейчас они регистрируются, они построят бизнес. А мы же приглашали на шоу, мы вот и получаем шоу. Поэтому я приглашаю на спикеров, которых к себе приглашают. И продаю этих спикеров так, как только могу продать. И продаю их на историю. Я продаю, насколько они успешны. Я продаю так, что вы не можете зарабатывать деньги, если вы их послушаете, что у вас жизнь может измениться в лучшую сторону. Потому что это успешные люди. Понимаете, мы научились продавать спикеров, которых к себе приглашают. Поэтому бизнес-семинар походит только в бизнес-ключе. У нас сейчас, вот я с вами поделюсь, буквально неделю назад, перед объездом в Петербург, мы провели с командой шикарное драконьякера. Ужим в чтении Велмос. Я не закончила фотографии, потому что как-то у меня с Тиваной. Я думала, мы быстро сделаем, и я войду. А оно вот не входилось, я отдала презентацию, которая была. Ужим в чтении Велмос, что она всегда подыменела. Я стояла на пол-статый, нас кормили в обед с Велмосом. Был шлук Велмос, двух сортов, да, были коктейли, с сортов, с ягодами, с ягодами, с ягодами, на соке, на тихине, на воде, на молоте. От шоку был натертый сыр, зелень, петрушка, укропа, были сухарики, виноград, ягод и так далее. И вот когда мы мы кушали, через два часа я поняла, насколько мне никакого, вообще я кушать не хочу, да, там. И вот мне было очень легко сразу, я приехала, подъедилась к этой команде, я говорю, давайте кушаем на ней в город это. И вот мы приглашали консультантов вместе с жителями гостями, гости проходили бесплатно, консультанты платили. Что вы понимаете, мы делали это в ресторане. Это было настолько здорово. Первый час мы прочитали полностью лекцию, мы рассказали, что такое вообще волношебность, он представляет, где люди, углеводы, жиры, для чего это нужно, что делает Омега в этой жизни и так далее, да. И все мы рассказали буквально час, потом мы показали, как можно брать эту продукцию дешевле, как можно вообще ее взять бесплатно, в конечном порядке, и сейчас встаешь и пробуешь. Больших отзывов я не слышала никогда. И когда я отзванивала своих людей, которых я пригласила, у меня три регистрации. У меня подписаны на коктейли, на пейки. У кого нет вообще денег, что мы возьмем хотя бы детям Омегу, это же наше здоровье, это же здоровье наших детей. Просто вот мероприятия, они меняют мировоззрение, а самое главное, они включают команду. Вот это очень важно. Надо же так переворачиваться, что у нас там дальше. И времени уже много, одиннадцатый час, я говорю очень быстро. Но вот это вот награждение нас, как бриллиантов и директоров, это мы на панкете директоров служим. И с дочкой дочкой тогда поздравляли с вами директором в этом году, а нас с бриллиантами. А нижние фотографии вот так поздравляли меня. Меня служим наши лидеры, мы запускали мне в Ашанике, мы дарили друг другу любви, мы радовались, мы веселились. И это очень здорово. Это очень здорово, когда ты работаешь в сплощенной команде, когда ты понимаешь, что ты идешь в одном направлении. Хочется сказать, что за каждой успешной женщиной стоит женщина, которая вчера не вылечку одеть. И это на самом деле очень важно. Иногда нужно это понимать. Знаете, я вспоминаю свою жизнь, когда мне показали банкет директоров, у меня петли ловочек перед глазами, когда я не то что думать не могла. Я и потом вообще не могла, что это я буду в директор, с чем мой муж будет со мной, полный человек, который говорил, какой рефлекс для него вывестала во время. Понимаете? А то вспоминаю, что теперь иногда не было чего одеть, у тебя была одна единственная область, которую выбросили, и дойдем в округу, и пошел. Докажите себе, что вы можете. Докажите себе, что вы лучшие в этой жизни. Докажите себе, что ваши дети достойны большего, чем они получают сегодня. И вы можете это дать, потому что вы лучшие мамы и папы в этой жизни. Александр, переворачиваемся. Следующий план, мы все как карандаши, каждый ищет свою судьбу. Кто-то ломается, кто-то тупит, а кто-то затачивается и движется вперед. Я вам действительно не всем желаю только затачиваться и двигаться вперед. Как бы сейчас вам было нелегко, как бы сейчас вам было тяжело, как бы сейчас у вас что-то не получалось, выработать ваш систему. Систему мероприятий, систему награждений, систему поздравлений, систему выхода с командой. Город, люди, как мы всегда смеемся, приглашаются людей. И у вас придут люди, такие как у меня, такие как у людей, которые готовы меняться сами и помогать своему окружению меняться. Я вам правда искренне всем желаю, только огромного роста. И никогда, никогда, никогда не сдаваться. Всем удачи. Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим Ирину за потрясающее выступление. Я следил в этот момент Ирины за комментариями, которые здесь поступали в чат. И я видел несколько людей, которые успели, вот в твоем, в очень сжатом времени, которое было, далось такое большое количество фишек, такое количество идей, что можно делать, как можно, что можно внедрить в свою жизнь, в свой бизнес. И я смотрю, как многие прям буквально записывали и цитировали какие-то моменты важные, которые уже завтра планируют внедрять. И интересный момент, кстати, вот сейчас проверим еще, вот, отлично. Интересный момент, я еще для себя отметил, что вот Ирина, наверное, это один из ее главных секретов, который позволяет ей развивать бизнес и открывать новые квалификации, новые звания. Это то, что она домой, не приходит без трех контактов или без трех регистраций. Возьмите себе это за правило, и я думаю, у вас точно так же будет получаться тогда бизнес развиваться с такой же стремительной скоростью, с какой скоростью сегодня Ирина вам давала ту информацию, которую вы слушали. На этом сегодняшний наш форум первый день завершен. Можем друг друга всех поздравить, что все отлично, замечательно. У нас запустилась эта серия мероприятий, причем, несмотря на какие-то технические сложности или еще на что-то, мы все равно это сделали общими усилиями, усилиями лидеров, усилиями всех участников. Вам тоже большая благодарность за активное участие, за активную поддержку выступающих. У нас впереди две недели, завтра мы точно так же в 19.30 с вами собираемся, и у нас предстоит два выступления. И я вам рекомендую сегодня еще раз зайти на сайт онлайн-форума и посмотреть программу выступления, внимательно ознакомиться с теми...